Во всем мире 31 мая проходит международная акция по борьбе с курением Всемирный день без табака. Чувашия ежегодно присоединяется к этой акции. С места событий Юлия Важенина. Мы за некурящую Чувашию. Я сегодня бросил курить. Мы не курим и нам это нравится. Такие плакаты сегодня встречали жители и гостей столицы нашей республики на городских улицах. С двух до трех дня девять остановок общественного транспорта в Чебоксарах и одна в Новочебоксарске объявлены зоной, свободной от табачного дыма. Сегодня мы очередной раз рассказываем, что курение вредит вашему здоровью. И мы привлекаем в первую очередь молодых ребят, которые помогают нам в этой работе по профилактике табакокурения. На остановках все желающие получали бесплатные консультации. Измеряли вес, рост, артериальное давление и содержание угарного газа. Работал медицинский мобильный комплекс. Каждый житель Чувашии может бесплатно проверить объем своих легких с помощью спирометра и смокилайзера. Давайте попробуем. Здравствуйте. Здравствуйте. Выдыхать, да? Глубокий вдох, трубочку в рот и резко выдыхаем до конца. Объем легких составил у вас 5 литров. Вы дышали хорошо. Вот такой объем легких должен быть у некурящего человека. У курящего для сравнения в разы меньше. Бросаем курить полезно, легко, бесплатно. Новый СМС-сервис от экспертов Минздрава России подтолкнет желающих бросить курить к решительным мерам. Получать бесплатные рекомендации от специалистов можно, отправив фразу «не курю» на номер 5253. Избавиться от пагубной привычки помогают никотиновые пластыри, таблетки, жвачки. Но нельзя их выбирать самому. У каждого организма свои особенности. Поэтому назначить лекарство от курения должен врач. И мы видим сегодня, что уже молодое поколение действительно выбирает здоровый образ жизни. И когда разговариваешь со студентами, видишь, что мальчики практически в группах уже не курят, потому что это не модно. И они понимают, что главная ценность – здоровье. Об отношении к табаку жители Чувашии спрашивали волонтеры. Они устроили опрос на остановке. Каждый из респондентов высказывал свою позицию и клеил стикер под соответствующим плакатом. Я курил, но сейчас уже нет. И я очень счастлив, что от этой привычки избавил. Самое первое, что чувствуешь, это твои рукава перестают пахнуть отвратительно. На самом деле, одежда, волосы и так далее. А потом уже здоровье, на самом деле, легче дышать. Я не курил просто из-за того, что близкие не курят. Руководствовался их примером. Ну, друзья, некоторые курят, но как-то удавалось себе удержать от курения. А родители, да, они помогли мне понять, что курение – это плохо. В нашей съемочной группе на вопрос, курите или нет, чебоксарцы отвечали отрицательно. Не было ни одного утвердительного ответа. Вполне возможно, горожанам просто стыдно признаться. А это значит, мы уже на пути к отказу от этой пагубной привычки. Юлия Важенина, Александр Петров, Республика. Субтитры создавал DimaTorzok